Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Впрочем, проверять ароматы собираются по-новому. До конца года в министерстве планируют купить два хроматографа в дополнение к двум передвижным лабораториям. Вот только будет ли от них толк вопрос. Ведь, по мнению общественников, уже имеющиеся в распоряжении областных экологов оборудование пока не приносят ощутимых результатов. Между тем, по мнению министра, больше всего загрязняет атмосферу, вопреки мнению горожан и промышленные предприятия, которые занимают лишь третье место в списке отравителей от ТЭЦ и автотранспорт. На их долю в совокупности приходится более 170 тысяч тонн выбросов в год. В региональной Минэкологии ставят глобальные задачи. Сидеть выбросы в Омской области на 20%, в частности, умереть пыл, и выбросы должна местная ТГК, переведя свои котельные с угля на газ. Осталось и рядовым омичам, проживающим в частном секторе. Министр экологии, как оказалось любитель велопрогулок, уверен, владельцы частных домов вносят немалый вклад в загрязнение омского воздуха. Я еду и чувствую, ну вот оно, кто-то химический запах, выброс прямо. Отъезжаю еще метров 25-40, уже запах гарей идет. Еще метров 40, труба с черным дымом, баню топят, не знаю, баню, дом, что там, галошами не топят или шинами, я не знаю. Но дома у нас не получают разрешения на то, чтобы топить свою печь. Топят, чем не приколочено. Ну, здорово. А потом мы жалуемся, а ветер это все несет. Я представляю, что здесь будет зимой, когда начнет весь частный сектор вот это вот топить. Министр предлагает газифицировать частные секторы, снести аварийные дома с печным отоплением. Список частных владений уже передан на согласование федеральным чиновникам. За чей счет министерства намерено бороться за чистоту экологии не уточняется. Пока программа разрабатывается, глава экологического ведомства призывает горожан внести посильную лепту в заботу об окружающей среде. В регионе уже несколько месяцев создана и даже работает, по уверению министра, Омская экологическая гвардия. Пока в ряды этой экоконтролера записался всего 21 человек. На их счету, если верить статистике, чиновника закрытия 10 предприятий-нарушителей. Вступить в экодесант может любой желающий. Главное условие – совершеннолетие и желание жить в чистом городе. Деньги – это не главное. Такое заявление от министра финансов вполне может потянуть на сенсацию. Сегодня глава ведомства, которым формируется бюджет Омской области, рассказал, как и на что будет жить регион в следующем году. Говорить откровенно о доходах, налогах и госдолге Вадим Чеченко предпочел в неформальной обстановке. Министр финансов региона не стал скрывать, что ситуация с наполняемостью бюджета могла быть бы и лучше. Темпа роста доходов в регионе почти в два раза ниже среднероссийских. 4% против 8,7%. Прибыль омских предприятий падает на август месяц, налог на прибыль минус 8%. Впрочем, эту отрицательную динамику удается пока компенсировать за счет НДФЛ, который наоборот показал рост 15%. Впрочем, ранее удалось создать финансовую подушку безопасности, так что все ранее взятые обязательства регион выполнит. Однако говорить о кардинальных изменениях в ситуации с доходами можно будет не раньше, чем через 5 лет. Я убежден абсолютно, что главные меры не связаны с финансовыми затратами. Главные меры – это организация условий для бизнеса, то есть комфортное создание комфортных условий. Потому что для бизнеса самое ценное – это время, не деньги, а даже время. И когда бизнесу нужно полтора года для того, чтобы зайти в регион, то ему любые субсидии предлагают, он не пойдет просто. Потому что для него, если вот эта проблема не будет решена, все другие ему уже второстепенно. В такой ситуации ближайшие 5 лет главный расчет на федеральную поддержку. В частности, стало известно, и по словам Вадима Чеченко, новость хорошая, что реализация национальных проектов Омской области практически полностью будет обеспечиваться за счет федеральных субсидий. В доле Омской области всего 2% этот объем регион в состоянии обеспечить. Что касается федерального транша на межбюджетное выравнивание, в 2018 году Омская область получила дополнительно 16 миллиардов рублей. Глава регионального Минфина осторожно заметил, что есть надежда на дополнительное финансирование и в следующем году. Подробнее о том, как будет формироваться бюджет в следующем году, на что могут рассчитывать омичи, и за счет счет в регионе намерены поднимать бизнес, смотрите в программе «Мальково. Итоги» в субботу, 22 сентября. И в продолжении темы. Почему доходы омского бюджета растут не так быстро, как хотелось бы? Одну из причин нашла прокуратура. В работе регионального Минамущества были выявлены многочисленные нарушения. По словам правоохранителя, чиновники не исполняют свою работу по взысканию задолженности за аренду земли с физических и юридических лиц. В итоге министр имущественных отношений Борис Смольников и руководитель территориального управления Росимущества Алексей Антипов были привлечены к дисциплинарной ответственности. А в региональные и федеральные бюджеты после проверки поступило дополнительно 4 миллиона рублей, которые ранее взысканы не были. Благодаря вмешательству прокуратуры в соответствующие бюджеты поступило свыше 4 миллионов рублей в качестве платы за использование государственной собственности. Стоимость проезда в омских автобусах неизбежно вырастет. Правда, не сейчас, а после Нового года, когда в РЭК утвердят новые тарифы. Об этом в интервью РБК Омск заявил директор департамента транспорта Александр Вялков. По словам чиновников, эта мера вынуждена и назрела уже давно. Возить по старым тарифам пассажиров уже невыгодно. Цены на топливо и импортные запчасти в последнее время заметно выросли. К тому же некоторые частные перевозчики уже повысили стоимость билета с 22 до 25 рублей за поездку. Мы все видим, как дорожает и бензин, и газовое топливо. Мы все видим, в принципе, как дорожают другие услуги, запчасти. Поэтому говорить о том, что до конца года это произойдет, я сейчас не берусь. А то, что этот вопрос уже назрел, что его нужно рассматривать, это, наверное, уже существующая действительность. Между тем, федеральное правительство ищет эффективный способ остановить рост цен на бензин. Власти решили изменить расчет одного из ключевых параметров налогового маневра, стабилизирующей надбавки, которая влияет на стоимость топлива. Об этом заявил представитель вице-премьера Дмитрия Козыка Илья Джуз. В законе о налоговом маневре, который и заработает в следующем году, условная цена продажи бензина внутри страны была установлена в 56 тысяч рублей за тонну. Однако теперь, когда продажи на внутреннем рынке для нефтяников становятся убыточными, условная стоимость может составить всего 5600 рублей. Таким образом, у крупных нефтяных компаний появится дополнительная выручка, а значит, меньше поводов для увеличения цен. Между тем, правительство также планирует провести масштабную инвентаризацию как льгот, действующих для нефтяниных компаний, так и для месторождений, которые в них нуждаются. По словам Дмитрия Козыка, речь идет о трудноизвлекаемых в местах добычи нефти, которые являются нерентабельными. Если месторождение не разрабатывается на 100%, то увеличение льгот для него становится нецелесообразным. Однако эксперты сомневаются, что это сможет остановить рост цен на автозаправках. На самом деле, это вопрос достаточно зыбкий. По какой причине? Потому что работа на этих труднодоступных уязках сопровождается целой совокупностью внешних условий. И эти внешние условия оказывают влияние на конечную себестоимость и, соответственно, на рентабельность добычи. На других посмотреть и себя показать. Предприниматели из Китая продолжают изучать омскую экономику. Сегодня участники российско-китайского молодежного бизнес-инкубатора посетили несколько крупных предприятий в сфере промышленности. Особенно гостей из провинции Цэндао заинтересовало производство полипропилена, материалы из которого можно изготовить практически все – от пластиковых стаканчиков до сложных деталей машиностроения. Китайские бизнесмены высоко оценили технологический уровень производства, подчеркнув, что им было бы интересно реализовать подобные проекты и у себя в провинции. Соинтересовались работой омских предприятий и организаторы промышленных выставок в Цэндао. Вылится ли взаимный интерес в экономические соглашения – пока непонятно. О результатах поездок станет известно уже после завершения деловой программы «Бизнес-инкубатора». Подробнее о российско-китайском молодежном бизнес-инкубаторе поговорим с руководителем проекта, первым проректором Омского государственного технического университета Дмитрием Маевским. Дмитрий Павлович, здравствуйте. Здравствуйте. Первый этап российско-китайского бизнес-инкубатора уже завершен, второй сейчас проходит в Омске. Какая программа планируется, если предпосылки, что общение с китайскими коллегами перерастет в реальные экономические соглашения? Первая часть программы в две недели проходила в городе Цэндао, сейчас две недели в Омске. Она в себя включает как образовательную составляющую, то есть российским участникам проекта читают лекции люди, у которых есть опыт работы с Китаем, ведения бизнеса. Они рассказывают о особенностях, о специфике. Соответственно, для китайской делегации будут читать представители Китая, кто имеет бизнес в России. Тоже рассказывают об особенностях ведения, переговоров, бизнеса, юридические тонкости. И такая серьезная, интересная программа, хорошие спикеры. И, соответственно, вторая часть программы – это экскурсии по предприятиям. Китайская сторона заранее попросила, составила, так скажем, райдеров, куда бы они хотели поехать. Значит, это предприятия машиностроения, нефтехимии, нефтепереработки, пищевая промышленность. Вот, наверное, все. Ну и культурная составляющая будет, естественно, посещение музеев, театров. У нас завтра, по-моему, состоится открытие российско-китайского кинофестиваля. Значит, вот у нас Владимир Борисович Компанищиков был на открытии и пригласил любезно всю делегацию принять участие. Сходить, посмотреть. Вот, в принципе, вкратце, ну, наверное, еще устроим какие-нибудь веселые истории связанные. Допустим, у нас был футбольный матч в Циндау. Вот, у нас, как одна из задумок, устроить эстафету в нашем бассейне технического университета. Соревнования между китайскими и российскими участниками делегации. А если подводить предварительные итоги, то каких результатов удалось добиться уже? У нас есть хороший опыт у Омска. Еще история тянется с первого бизнес-инкубатора. Михаил Деревянко и его компания «Будущее сегодня», если мне не изменяет память. Они уже зарегистрировали компанию в Циндау. У них, значит, бизнес заключается в автоматизации, роботизации технологических процессов. Из компании «Хайр», это одна из крупнейших мировых компаний, производители электроники. Из текущего проекта, получается, неплохие контакты наладили компания «Снейл» Михаила Александра Дерябина. Они, значит, инновационный продукт, онлайн-образование для детей дополнительное. Китайцев очень заинтересовало. Сергей Бучко, СВ-компани, это производство бумаги, мебели. Тоже заинтересовало китайских партнеров, именно поставка из Омска продукции. Вот хорошие уже, в принципе, договоренности. Думаю, что тоже все получится. И проект нашей магистрантки, которая технического университета, поехала с одним проектом по дизайну одежды, а вернулась к проектам, связанным с популяризацией, скажем так, туризма в Китае и в России. Значит, рабочее название проекта «Нихао Россия», его представляла она в Пекине на центральном телевидении. В принципе, неплохо защитилась. И уже Центральный комитет комсомола, или как она сейчас называется, вся Китайская федерация молодежи взяла под свой патронаж этот проект и хочет, чтобы в ближайшее время уже начались съемки, чтобы уже проект начал работать. Но это социальный в большей степени, ни коммерческий, ни бизнес-проект. А вообще, какова главная цель молодежного бизнес-инкубатора? Каких результатов вы хотите добиться? Ну, естественно, поскольку речь идет о предпринимательстве и молодежном, то, естественно, хотелось бы, что это все-таки были бизнесы, которые приносят экономическую выгоду территории, в первую очередь. Если говорить про наши взаимоотношения Омск-Цендау, то, соответственно, и в Цендау, и в Омске. Поэтому нам бы тоже хотелось совместно с Министерством экономики Омской области, с правительством, заикарить, так сказать, китайцев здесь, на территории, их бизнесы для того, чтобы развялась экономика Омской области за счет инвестиций в страны Китая. Поэтому, в принципе, это не исключает и гуманитарно-культурные составляющие, потому что у нас действительно очень большая разница в менталитете, в культуре, в традициях. И очень сложно вести бизнес с Китаем, особенно, когда нет поддержки. То есть можно самому зайти на рынок Китая, но это будет очень долго, трудно, больно и дорого. Инкубатор как раз дает такую площадку через Российский союз молодежи, через официальные, скажем так, органы власти, либо общественные организации, получить доступ к предприятиям, которые могут быть интересны наши разработки, проекты. А следите ли вы за судьбой прошлогодних участников бизнес-инкубатора? Все ли проекты оказались жизнеспособными? Ну вот про один проект я уже говорил, про Михаила, и он в этом году был у нас руководителем делегации в Циндау, потому что уже имеет опыт и живет там. По судьбе других проектов, понимаете, тут немножко организационные сложности, потому что проект только запускался, я имею в виду российско-китайский бизнес-инкубатор, поэтому пока это, скажем, не формализовано именно отслеживание, но в принципе я считаю, что мы с Российским Союзом Молодежи договорились, они в нашем лице, в лице университета технического, нашли надежного партнера. Я думаю, что и в дальнейшем наше сотрудничество по инкубатору будет идти именно по линии правительства Омской области, технический университет. И этот вопрос, несомненно, будет, как сказать, должным образом освещаться, вестись, потому что есть такая структура в Российском Союзе Молодежи, которая называется «Клуб предпринимателей российско-китайских». Входной билет туда стоит 100 тысяч, но участники именно проекта, как инкубатора, они становятся автоматически бесплатно и получают правовую поддержку, помощь в организации контактов в Китае. А вот со стороны омских участников, есть ли интерес к российско-китайскому бизнес-инкубатору? И много ли участников в этом году заявлялись? Интерес, несомненно, есть, потому что рынок Китая – это быстрорастущий, в принципе, по своим объемам крупнейший, наверное, в мире. Поэтому, ну, пока еще недостаточный, по моей оценке, потому что конкурс был среди подававших заявки на участие, но не такой большой, как хотелось бы, потому что именно конкуренция, когда большое количество проектов, можно найти их хорошие, более-более качественные, скажем так. Ну, по проекту я говорю, что сейчас все организационные сложности, я думаю, что решились в той или иной мере, связанные с проведением организации этого проекта. Я думаю, что на будущее и все последующие годы, я думаю, что это будет, ну, серьезная конкуренция. На первый взгляд кажется, что рынок Поднебесный уже перенасыщен различными товарами и услугами, и заинтересовать китайских инвесторов очень сложно. С какими проектами выступают омские участники, и есть ли у них перспективы? Ну, насчет перенасыщения рынка я не знаю, не готов сказать, потому что, ну, полтора миллиарда населения все-таки с возрастающими потребностями, тут большие перспективы. Вот, естественно, самое быстроразвивающееся, и то, что больше всего интересует Китай, это, конечно, IT-сфера. Это вопросы, связанные там с внедрением информационных технологий в учебные процессы, то, что касается деятельности университетов в технологические компании. Поэтому здесь очень много, и они очень заинтересованы, потому что, ну, скажем так, российские, так их назовем, программисты, IT-шники, ну, всем известно, что это достаточно передовые позиции в мире занимают. И у нас в Омске, в принципе, хорошая школа, то, что касается подготовки IT-шников, поэтому здесь есть точки соприкосновения. Также их интересуют, естественно, скажем так, ресурсы, которые имеют Омская область. То есть это и то, что касается сельского хозяйства, не зря они попросили именно организовать экскурсию на предприятия, посмотреть. Ну и поставка, вот в том числе, допустим, СВ компания, это вот оберточные, скажем так, материалы для Китая. Поэтому, в принципе, достаточно широкий спектр, их много что интересует. Дмитрий Павлович, спасибо, что нашли время к нам прийти. Спасибо. А я напоминаю, с нами был Дмитрий Маевский и к другим темам дня. А дадут тем, кому нужнее. Обеспечивать достойную старость россиян, вышедших на заслуженный отдых, придется чиновникам, которых поймали на коррупции. По крайней мере, на этом настаивают депутаты Госдумы. Члены комитета по бюджету и налогам рекомендовали коллегам из Нижней палаты и парламента принять законопроект, который позволит перечислять изъятые у коррупционеров средства в пенсионный фонд. Если документ будет одобрен, то список источников финансирования пенсионного фонда России дополнится, как минимум, еще одним пунктом. В дальнейшем эти деньги пойдут на выплату страховых пенсий. Объем средств, привлеченных таким образом, в ближайшие пять лет может достигнуть почти 2 миллиарда рублей. Предполагается, что закон вступит в силу в начале 2019 года. Омские айтишники провели одну из самых крупных в городе конференции в сфере информационных технологий. Местное профессиональное сообщество ею воспользовалось как площадкой для обсуждения популярных практик и инструментов банковской сферы и сферы айти. Какие тренды и методики успели рассмотреть специалисты на шестом кодере, организованном Рефайзенбанком, и готов ли бизнес в дальнейшем вкладываться в развитие омского айти-сообщества, подробности в сюжете. Десятки лекций, мастер-классов и профессиональных игр шестой по счету кодер в Омске собрал около 500 специалистов. Помимо новых знаний в сфере информационных технологий участники получили шанс выяснить, например, как получить работу своей мечты или сократить расходы в путешествиях. Я считаю критически важно проводить такие мероприятия, потому что они дают некую точку отсечки. Они тебе позволяют взглянуть на себя, взглянуть на своих коллег, понять, засинхронизироваться с рынком, понять, что на самом деле происходит, что людей волнует. Организатором масштабной площадки для айти-специалистов стал Райфайзенбанк. В Омске расположен его айти-центр. Компания на таких форумах не только прокачивает своих специалистов, но и презентует успешные практики для всех заинтересованных участников, как итог развития городского айти-сообщества. Мы видим очень большую перспективу в развитии Омского айти-центра. И нам очень нравится омский рынок айти. Мы будем продолжать в него инвестировать. Организаторы Кодера проведут еще и открытую встречу для тестировщиков, где специалисты банка и внешние профессионалы смогут обсудить новые тренды и перспективы в сфере информационных технологий. Желающим остается следить за календарем. Очередной сбор айти-специалистов назначен на октябрь. Омские ястребы надеются вернуться в свое гнездо. Глава Совета директоров «Авангарда» Александр Крылов интервью с Вестием дал понять, что клуб стремится к приезду обратно в Омск. И, судя по столь оптимистичному настрою, руководители команды арену Омск все-таки сносить не будут. Хотя однозначного ответа Крылов так и не дал. Тайной до сих пор остаются результаты обследования спортивного сооружения, которое клуб обещал объявить еще в августе. Тем не менее, глава Совета директоров поставил перед командой задачу вернуться в Омск уже в следующем году. Многие болельщики тут же поспешили связать его слова с потенциальной реконструкцией арены. По их мнению, косвенно эта версия подтвердилась уже не раз. Во-первых, постройка нового спорткомплекса – дело небыстрое, но возведение домашнего стадиона ушло более трех лет. А во-вторых, журналисты в словах Александра Крылова нашли намек на то, что строительные работы на стадионе реально провести до начала нового сезона. И растиражировали эту информацию. Ну а в-третьих, СКК имени Виктора Блинова, который ранее был домашним дворцом «Авангарда» в клубе в качестве альтернативы даже не рассматривают. Боюсь, что про СКК имени Виктора Блинова вообще нужно забыть. Мне здесь нечего обсуждать. Во-первых, арена имени Блинова – не наш дворец. Мы не сможем вкладывать деньги в объект, который не принадлежит клубу. Во-вторых, этот дворец в совершенно ужасном состоянии. Легче построить новую арену. И на этом у меня все. Следите за развитием событий. И оставайтесь на телеканале РБК «Умск». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова